мечтайте а мечтам суждено сбываться поэтому никогда не говорите слово никогда если вам что-то захотелось я хочу вам поделиться своим опытом что даже мысль возникшая когда-то ей суждено сбыться если вы это прописали или проговорили это сбудется однозначно нет нет ничего невозможного в мире доверяйте вселенной доверяйте миру богу обязательно исполнятся ваши мечты одно маленькое условие любое желание не должно никому приносить вред слезы и боль если ваше желание светлое и доброе она обязательно сбудется потому что в мире во вселенной нет ничего невозможного но особенно такие бытовые дела все материально собачка это душа это живой организм который если суждено быть вашим он обязательно будет я считаю что вообще каждая собака и живое существо там кошка обязательно если должна быть вашей то она вашим ну например бывали случаи такие что человек допустим хочет купить щенка думает долго а потом раз и этого щенка покупает тот и другой не были случаи когда человек настолько расстраивался ну я опять же никого не обвиняю под понимаю потому что у каждого человека своя психика кто-то очень ранимый тут и наоборот ну как бы более такой спокойный до происходящему ну вот был случай когда человек очень хотел купить щенка и пока он думал этого щенка купили другие люди человек так расстроился что ну конечно это плохо но он начал оскорблять меня что он же так вот он же думал пока это ну как бы а вы вот так посмели он же спрашивал а вы посмели продать щенка другому в первую очередь я хочу сказать что если собака ваша она обязательно вас дождется это даже не обсуждается пока может продаваться предлагаться и пять месяцев и год если она ваша она обязательно станет ваша если у вас не получилось приобрести эту собаку по какой-либо причине по какому-то случаю это говорит о том что это не ваше животное и я думаю это касается вообще всего в нашем мире вот а также конечно понимаете но это так уже к слову о том что я сказала если вы хотите приобрести щенка и думаете знаете что думаете не одни вы ну по крайней мере вот даже буду говорить о себе опять же как обычно о своем питомнике у меня там за одного щенка могут в день спросить несколько человек ну и уйти думать так вот до тех пор пока мы не заключили договор и будущий владелец не внес залог за щенка то есть мы не проговорили все нюансы что мы сможем щенка там отправить стоит столько-то прививки тогда то есть не просто сколько стоит щенок хорошо нате вам деньги а все остальное мы потом с вами будем обсуждать нет я никогда не возьму предоплату пока мы не уточним все нюансы нюансы доставки возможно ли она время когда щенок вам сможет переехать на чем с кем и тому подобное и только тогда мы заключаем договор уточняем у перевозчика стоимость доставки ну то есть все все абсолютно моменты потому что я думаю что это важно потом уже как бы оплата и тогда когда я получаю на карту деньги либо вот можно приехать ко мне если есть такая возможность и тогда щенок снимается с продажи больше никому не предлагается как это вот сейчас происходит эти но херемка уже выкуплено давно и скоро поедет своей мамочки мы ждем рейса вот и щенок растет для вас у вас будет время пока щеночек растет прививается проходит карантин чеки доплатить вторую половину и перед отправкой щенка то щенок должен полностью быть выплачены он поедет к вам ну как вот такая ситуация к чему говорю что если пока вы за щенка не несли залог а ушли думать это не говорит о вашем резерве поэтому как бы грубо это не звучало я несколько раз мы в нашем питомнике мы сталкивались с такой ситуации что человек поспрашивавши считает что это его уже собака эту собаку покупает тот и другой вы получается не очень приятная ситуация поэтому бывало такое что у меня брали резерв на один-два дня надо подумать это называется словесный резерв до когда собака в принципе снимается но на один день с продажи и если в этот момент кто-то спрашивает еще я объясняю что на сутки собака зарезервирована если резерв внесут собака уже про ну как бы продано если резерв не внесут собака там через сутки открывается снова для резервирования то есть я думаю что это как бы нормально но к чему это все еще раз говорю если у вас так вышло что вы хотели этого щенка его кто-то купил другой поверьте это не ваша собака и я сталкивалась этой ситуации сама когда я была уверена что я хочу этого щенка и вот у меня как-то не допустим с первого момента я была уже уверена что его беру он не подходит имеет стоимость подходит и собака и крови но мне питомник здесь другие не другой немножко подход и не не лицик какой-то такой не очень светлый разговор получается с заводчиком все абсолютно нормально абсолютно без всяких грубости но как какое-то такое что-то внутри закралась знаете и я потом понимаю что это не моя собака я до последнего пытаюсь ее купить ну-ка по меня постоянно что-то отводит от этого заводчика от этой от этой собаки поэтому я взял мне даже немного расстроилась я ведь так хотел эту собаку а потом уже после пересматриваешь эту ситуацию дуришь на тебе же бог что рассказал самого начала катя это не твоя собака катя тебе нечего здесь в этом питомнике делать потому-то потому-то и начинаешь просматривать крови еще раз посмотри думаешь ну вообще-то как я его могла выбрать вот моя собака которая бегает у меня которую я все таки как-то неожиданно раз и купила вот он вот он наш медвежонок до майбаха я должна была купить совсем другого щенка и вот прям вот так вот просто супер необычно так получилось раз я его увидела и думаю так это же вот она моя собака совсем другого типа шерсти совсем другого окраса совсем других кровей вот вот такая вот такое приобретение поэтому еще раз повторяюсь если вы вдруг не купили по какой-то причине это значит так и должно быть и вообще всегда при перед приобретением любой собаки любого животного отнеситесь к этому очень серьезно потому что вы берете собаку не на один день на один год это не вещи то живое существо которое требует внимания любви заботы особенно первое время пока щенок маленький это ребенок конечно же когда люди пишут я на работе с утра до ночи не заводите животное не мучайте его есть люди которые могут собой брать на работу собачку замечательно но опять же я всегда придерживаюсь того было бы желание если есть желание желание ваше обязательно сбудется возвращаемся к желанию нет ничего невозможного я тоже раньше думала что у меня уже было несколько чихуахуа у меня дочка все прекрасно знают моя ева которая не ходит да и но я хотела бультерьера это хотела бультерьера и я подумала нет я не могу себе позволить по этим причинам завести бультерьера потом подумала почему не могу я справлюсь я справлюсь главное знать что вы справитесь и я настолько счастливый человек я каждый день иду гуляю со своим бультерьером смотрю на нее и благодарю бога за то что он мне дал такую прелесть где мы гуляем а пойдемте скорее скорее пойдем я понимаю какой я счастливый человек что у меня столько замечательных собачек еще раз повторюсь я по гороскопу близнецы я очень люблю все всего такого разного и много я бы не успокоилась одной собачкой для меня это у нас мы когда жили в квартире они в доме у нас всегда было две собаки мы жили на втором этаже пятиэтажного дома нас всегда было две собаки большая обязательно там допустим боль мастив и французский бульдог еще и код обязательно там боксер и дворняжечка у нас был 5 килограммовый дружок в общем как-нибудь покажу вам свои фотографии юности с теми моими собачками вот поэтому нет ничего невозможного все соседи всегда ухали ахали о как это вот они квартире держат таких собак да я со своей собакой я и загуливала так что я ее обратно домой на руках несла вот мне когда 15 лет купили боксера вместо бультерьера которые умоляла она мне так нагуливалась что она уже идти не могла то есть я настолько хотела и занималась я только три раза в день с ней в парк ходила благо у нас рядышком парк поэтому было бы желание и я думаю что все обязательно получится и хотим еще раз пожелать вам доброго дня прекрасного настроения мы замерзаем заходим домой давайте заходим мои хорошие с большим уважением с любовью с домашнего питомника кастропула заходим бегом вот так мои сладкие заходят бегом 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 заходим девочки бажена на вот скорее всего вот теперь уже дам вам морковку летят мои сладкие всего вам самого доброго и хорошего хюрема давай так заходим всем пока с уважением ждите наши новые видео не пожалеете поставить лайк и это поможет развиваться нашему каналу а также подписывайтесь чихуахуа кастропула крым нажмите на колокольчик два раза чтобы он завибрировал потому что мне важно не только количество подписчиков а мне хотелось бы чтобы вы видели когда я выставляю новые видео вам будет приходить приходить уведомление и вы можете можете сразу посмотреть что я закончила всем пока 9 декабря 2021 года вот такое веселье с уважением я екатерина владелец домашнего питомника кастропула города симферополя из крыма